Здарова, дорогие подписчики! Вы находитесь на канале, посвященном переезду в Канаду. Сегодняшний ролик будет состоять из двух частей. Первая часть, я немножко расскажу о том, как меня короновали. Да, я болею коронавирусом. В данный момент уже идет реабилитация. И вторая часть ролика будет посвящена немаличным послаблениям, которые сейчас делает правительство Канады. И дай бог, оно вам поможет полегче адаптироваться на территории Канады, когда вы поедете. Ведь оно затрагивает денюжки. И чтобы сэкономить денюжки, эту новость я вам сегодня тоже немножко расскажу. В общем, кто не хочет слушать о моей чудесной болезни, как я чудесно кайфанул две недельки, как я недельку полежал в ковидном госпитале, можете сразу переключаться где-нибудь на серединку ролика. Ну а мы поехали! Короче, все началось 25-го числа. 25-го числа я приехал домой и понял, что у меня отказал запах. Да, температура 38,5, я не чувствую запах. И первое, что я сделал, это я написал своему лечащему доктору, у меня есть некий family доктор мой, который сказал, да нет, это все не коронавирус, это гайморит. Гейморит, гайморит, как правильно я не знаю. Вот. Но я все-таки пошел и как бы вызвал врача на дом. Я самоизолировался дома, потому что я считаю, что это очень правильно, если у тебя коронавирус, и надо сидеть дома. Так вот, я вызвал компанию, они приехали, взяли у меня мазок, и через два дня мне сказали о том, что не, братюня, у тебя нифига не какой-то там гайморит, у тебя чисто корона, братан. Вот. И все, с этого момента я начал лечиться. Потом мне вызвали врача, мне стало хуже, я сдал, значит, анализы. У меня повышены, очень сильно были повышены определенные значения. Ну, кто, может быть, врач, тот поймет. Смотрите, есть такое понятие, как дедимер. Это, короче, херовина, которая показывает сгущаемость крови. И вот, смотрите, нормальная ситуация, это в пределах 250, а у меня было больше 10 тысяч. То есть, после того, как я увидел, что у меня такие анализы, я понял, что, может быть, у меня там тромб какой-то, потому что, оказывается, коронавирус, он еще бьет по системе там тромбы, все дела. То есть, вот легочно, не только легочно, но еще и сердечная система. И я в срочном порядке вызвал скорую, и меня увезли в ковидный госпиталь. Приехали, меня там облезали, все было действительно хорошо. Я прям очень удивлен этому. Я думал, все будет хуже. Но меня положили в больницу, мне сделали КТ. Мое КТ первое показало, что у меня сначала всего лишь 5% поражения легких. И к моменту моей выписки моя процентность поражений легких немножко была повышена. То есть, за все время, пока я лежал в госпитале, я всего лишь... Сначала у меня увеличился процент поражений легких, потом он уменьшился. И меня выписали из-за того, что, как бы, процент поражений легких уменьшился. У меня в данный момент идет регресс. И самое интересное, я уже сдал 3 ПЦР-теста. И все эти 3 ПЦР-теста показали, что я в данный момент не болею. Но это не значит, что я не должен сидеть на самоизоляции. Потому что меня вытащили из госпиталя и подсунули мне бумажку о том, что я должен 2 недели находиться на самоизоляции. Я, кстати, созвонился уже со всеми службами. Они сказали, что в ближайшее время со мной свяжутся врачи и будут меня контролировать. Посмотрим, как это будет. Мне прям самому очень интересно. Что еще хорошего? У меня очень много антител. В данный момент у меня 233 антител. Врач сказал, что для такой текучести болезни это очень хорошо, и они будут увеличиваться. Также врач сказал, что, скорее всего, у меня так быстро увеличились антитела из-за того, что я уже когда-то переболел. У меня был момент, когда в начале 2020 года, когда в России еще, например, никто не знал про коронавирус, я уже ходил немножко без запахов. И у меня после этого были антитела. И, возможно, это привело к тому, что в данном случае теперь у меня антитела увеличились побольше. И, возможно, их хватит мне на более долгий срок. И вот таким вот интересным способом мы переходим к теме ролика, плавной, который в заглавии нашего ролика. Значит, грубо говоря, недавно проскочила новость, которая поможет вам немножко сэкономить денег. Каждый из вас понимает, что сейчас мы живем в мире коронавируса. И, к сожалению, чтобы поехать в Канаду, будь ты едешь по туристической визе, которую, кстати, обещают скоро уже открыть, либо ты едешь по студенческой, либо по рабочей, либо по иммиграционной визе, ты должен находиться на карантине. Сначала ты должен находиться три дня на карантине в отеле, который стоит, в принципе, немного, немало, в районе 350-500 долларов. А потом, после этого, ты должен находиться в течение там оставшихся 14 дней на карантине уже по месту пребывания куда ты едешь. Вот. И что произошло? Недавно научная группа, которая контролирует, которая консультирует Канадское федеральное правительство по предмету вопросов, связанных с коронавирусом, объявили, что они рекомендуют прекратить, внимание, обязательный карантин в отелях. Они сказали, что этот обязательный карантин полнейшая херня, и вместо того, чтобы людей на бабки ставить, лучше сразу человека, после того, как он прилетел, отправлять на карантин уже вот в место, куда они собираются ехать. То есть, как работает в данный момент? Ты прилетаешь, садишься на три дня на карантин в карантинных специальных отелях, платишь за них, потом после этого сдаешь ПЦР-тест, и оттуда выезжаешь, уже едешь на место, где ты будешь досиживать оставшиеся дни из 14, которые у тебя обязаны быть. Вот. А теперь же они предлагают что сделать? Они хотят отменить карантинные отели, потому что они считают, что они не зарекомендовали себя хорошо. И они считают, что людей просто таким образом ставят на бабки. И сразу говорят о том, чтобы вы прилетали, и не было никаких карантинных отелей, а вы сразу ехали на место карантина, уже вот где вы что-то сняли. То есть, ты мог снять спокойно себе не карантинные отели, а за эти же деньги, ты мог себе снять нормальную квартиру на две недели где-нибудь у себя в городе, типа Мордена. Вот. И тому подобное. То есть, эта экономия хорошая. Но, несмотря на это предложение, они об отмене карантинных мер, да, вот именно в отелях, карантин, который будет находиться именно 14-дневный по месту нахождения, куда ты едешь, он будет обязателен. Так. Экспертная группа предполагает, что путешественники, которые полностью вакцинированы, не должны проходить карантин или сдавать тест на ковид в течение 10 дней. Однако, по прибытию им все равно придется сдать тест на ковид и отправиться на карантин, если он окажется положительным. Здесь мы возвращаемся к другой ситуации. Многие меня спрашивают, я там вот прошел вакцинацию, могу ли я сидеть, должен ли я сидеть на карантине или нет? Здесь сейчас я не могу вам ничем подсказать, потому что мы ждем, признают ли прививки СНГшные на территории Канады. Посмотрим, как это все будет, я не могу сказать на сегодняшний день, но я все-таки рассчитываю на то, что прививки будут признаны, и их будут карантин, и человек, который привился, будет освобожден от карантина. Пока эта ситуация не ясна, смотрим, что происходит в этом плане в мире, но, как я говорю, послабление есть, они собираются отменить карантинные отели. Это очень замечательно, потому что, в принципе, плюс-минус, вы можете сэкономить 500-600 канадских долларов. Извините за мой голос, у меня голос тембр сел, у меня все-таки я еще болею как-никак. Я просто хотел с вами немножко увидеться. Я с вами не общался уже 7 дней, и я соскучился. До скорого, пишем в комментариях, стараюсь буду отвечать. Пока. А завтра, послезавтра у меня тоже есть очень интересная тема, потому что прошло 7 дней, и за эти 7 дней много-много реально интересных новостей. Не прерывайтесь, не отписывайтесь, пишите мне в комментариях, ставьте лайки, колокольчики. Мы возвращаемся к тому моменту, когда я буду делать ролики часто, и они будут полезны. До скорого, пока.